С 2000 года в России подхватили международную традицию проведения особого евангельского мероприятия «Национальная утренняя молитва». Ведущие общественные, политические и религиозные деятели государства собираются вместе, чтобы обозначить главные проблемы своей страны, увидеть их духовные корни и объединиться в молитве. В этом году «Национальная утренняя молитва» прошла уже 11-й раз. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Вот уже 11-й раз в Москве в здании президент-отеля во второй вторник первого весеннего месяца для совместной молитвы за Россию и обсуждения насущных духовных проблем собрались члены Совета Федерации, Государственные Думы, Общественные Палаты России, известные бизнесмены, ученые и журналисты, представители мусульманского и иудейского духовенства, а также руководители христианских, католических и протестантских церквей России. На российский молитвенный завтрак посчитали своим долгом приехать послы Канады, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Албании, Таиланда, Сербии, ЮАР, а также дипломаты из Финляндии, США, Палестины и Нигерии. Темой 11-го национального молитвенного завтрака стало утверждение «Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна». Надо сказать, что тема сегодняшнего нашего митинга, тема сегодняшней встречи, как нельзя актуальна. Это межнациональный и межконфессиональный мир. Казалось бы, еще совсем недавно мы думали о том, что не придет такая беда, как национальная рознь на нашу территорию, что не будем мы печалиться по поводу того, что находятся неумные, но очень горячие люди, которые пытаются, так сказать, разделить нас по национальным и конфессиональным квартирам. Можно запланировать мероприятия, можно выделить денег, можно усилить пропагандистские какие-то акции, но если это не пройдет через сердца людей, если не будет молитвы, а это молитва в данном случае – самый действенный механизм, и то, что мы здесь собираемся с вами – это большое благо. Призывом быть единым обществом были наполнены и эмоциональные выступления общественных деятелей, и информативные доклады политиков, а также общие молитвы, которые в этот раз вознесли генеральный секретарь конференции католических и епископов России, заместитель муфти Центрального федерального округа, главный раввин России и пастор евангельских христиан-баптистов. Мы, как мусульмане, не впервые это делаем, мы в каждом наших молитвах, после каждой нашей пятикратной молитвы, мы делаем молитвы не только для себя, не только для своих близких, но и для страны, для лидеров нашей страны и, соответственно, для всего мира. В отличие от десяти предыдущих молитвенных завтраков, художественная часть была представлена всего одним исполнителем – Викторией Беловой. И, конечно, сам формат мероприятия был совсем новый. Но устроители молитвенного завтрака убедительно обосновали выбор нового формата, а также подчеркнули, что данная форма не окончательная, и они открыты для творчества. Когда мы более детально стали изучать Библию, мы заметили, что Иисус Христос произносил свои речи и проповеди, сидя за столом. Мы взяли очень хороший пример от Христа и провели одиннадцатый молитвенный завтрак в новом формате, когда все люди сидели в непринужденной обстановке, за столом. Они могли общаться, они могли выстраивать взаимоотношения, и они могли прекрасно слушать доклады. Поэтому я считаю, что эта новая форма даст новый импульс в развитии не только молитвенного завтрака в Москве, но и по всей России, мы рады тому, что эта форма приятна для большинства наших гостей, и мы надеемся, что она приживется. Но мы понимаем, что жизнь – это движение, поэтому не будьте к нам очень суровы, если мы придумаем что-то еще. Евгений Хархардин, Сергей Сергеев, студия «Протестант» специально для телеслужбы «Благих новостей».